Мы находимся на конференции онлайн-тревел, лидирующей дискуссионной площадкой России для ведущих игроков в онлайн-тревел индустрии. И сейчас у нас в кадре заместитель коммерческого директора компании «Сирена» Сергей Яракалов. Сергей, только что закончилась дискуссия про мультимодальные путешествия. Сергей, много говорили о том, что это технология будущего, технология новых возможностей. Согласны ли вы с этим? Основная причина, почему на данной конференции эта тема была озвучена, связана с тем, что гигантские просторы нашей страны не позволяют использовать возможности какого-то одного вида транспорта. И чтобы достигнуть успеха в обеспечении потребностей клиентов, пассажиров, необходима кооперация. И с нашей точки зрения наиболее доступным, реалистичным способом удовлетворить, на сегодняшний день даже многие пассажиры не знают, что они могут себе такое позволить, Это кооперация различных видов транспорта. С помощью, на базе взаимодействия по соглашениям о сотрудничестве, о признании перевозчиков документов, различные перевозчики могут предложить клиентам унифицированный, единый транспортный продукт. От двери до двери здесь могут быть задействованы железная дорога, авиационные компании, водный транспорт, автобусы. Сирена Тревел на данный момент разработала систему управления ресурсами авиационных компаний, продажу железнодорожных перевозок, управления ресурсом проходных компаний, автобусов и вертолетов. Поэтому в идеале, чтобы все данные транспортные услуги были синхронизированы и могли быть представлены клиентам в качестве унифицированного единого продукта. — Была ли полезна данная дискуссия в программе? Вы достигли цели, за которыми сюда приехали? — С моей точки зрения было исключительно полезно ровно потому, что мы часто встречаемся с представителями различных отраслей. И выяснили, что очень серьезные наработки есть и в структурах федеральной пассажирской компании. Технологический прорыв сделал Сирена Тревел, провайдер-разработчик дистрибутивных услуг на рынке авиатранспортных услуг. Соответственно, мы увидели, что сегодня потребность есть у клиентов, и поставщики услуг транспортной компании подстраиваются под эти потребности. — На самом деле, получилась очень живая дискуссия, насыщенная. Поделитесь своим мнением, куда движется отрасль, какие будущие тренды, на ваш взгляд? — С учетом того, что мы становимся более доступны, мы становимся удобнее, и однозначно универсальность и комбинирование создания новых продуктов внутри транспортной отрасли дает совершенно возможности тем людям, которые даже не рассматривали перспективу куда-то поехать, понимая, что нет сегодня полетов из этого конкретного населенного пункта. Если раньше на территории Советского Союза было более тысячи аэродромов и взлетных посадок, сегодня их меньше 300, но это не значит, что у нас нет перспектив людям, которые живут в этих местах, что у них не будет возможности посмотреть мир, увидеть, поехать. И на самом деле комбинация различных видов транспорта, как единая услуга, она позволяет сделать более доступны другие места, чем те, где сейчас живут люди. — Ну и последний мой вопрос. Ваши впечатления от конференции, от состава аудитории, от тем? — Ну, надо отметить, что, во-первых, в таком формате данная конференция проводится во многих странах. Сегодня многие участники отмечали, что, во-первых, исключительно широкий, скажем так, спектр участников различных видов бизнеса. Это и провайдеры, разработчики программного обеспечения, разработчики оборудования, транспортная компания. Все представлены, зал переполнен. В общем-то, это первое показание того, что вы в тренде и, как бы, угадали то, что интересно, как участникам рынка, а значит, буду надеяться и клиентам. Продолжение следует...